Доброе утро! Образцовый коллектив студии современного танца Street Life и коллектив Street Life Energy достойно представили Югорск и привезли награды с международного конкурса фестиваля хореографического искусства Mixed Dance, который прошел в Москве. Обожаю, когда ты так говоришь. Художественный руководитель образцового коллектива студии современного танца Street Life Лариса Лобода вместе со своими воспитанниками с нами на прямой связи. Прямо сейчас они сами все нам расскажут. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Поздравляем вас с несколькими победами. Рассказывайте, какие награды привезете в родной Югорск. Насколько нам известно, вы все еще в Москве. Да, мы сейчас в Москве. Ну что рассказать, мы приехали, поучаствовали четырьмя номерами в таком замечательном конкурсе, посмотрели Москву и привозим два первых места и два вторых места. Результатами довольны. Может быть, девочки расскажут что-то побольше о своих впечатлениях и волнениях за кулисами. Да, девочки, рассказывайте, что понравилось, что не особо. Как вам Москва? Москва очень хороший город, столько достопримечательностей. Нам всем очень понравилось, хотим всегда вернуться за кулиси. Ну, конкуренция, конечно, когда смотришь на коллективы, которые были там, ты понимаешь, что это серьезное соревнование. Это большой опыт, который дал прерыв в этой области в танцах. Слушайте, ну, коль скоро вы называетесь стрит лайф, скажите, значит ли это, что вы танцуете брейк-данс или что-то из этого направления? Мы танцуем не брейк-данс, мы танцуем уличный танк по направлению хип-хоп и хаус-дэнс. Все понятно. Мы брейк-данс не работаем. Скажите, Лариса, фестиваль по-настоящему масштабный. Сколько всего было участников и из каких регионов нашей страны необъятный? Так, ну, фестиваль у них проходит несколько уровней. Каждый день это был один из этапов фестивалей. Лауреатов они дальше приглашают на более, как бы, сам тех, кто занял первые места, они приглашают дальше на более, что ли, высокого уровня конкурсы. Вот, принимало участие 200 человек разного возраста. Это и дети, и взрослые по возрастным категориям, и певцы были. Танцоры разного направления, разного жанра из таких городов. Вот, как я помню, сейчас Сызраль, Челябинская область, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Москва. Вот, и мы представляли наш округ, Ханты-Мансийский автономный округ, в данном случае город Югорд. Очень приятно, что мы тоже смогли себя проявить, заявить о себе, и выглядели достойно на сцене нашей столицы. Ну вот как раз вы сказали, что первые места. Значит, что дальше? Какой приз вам дали, куда вы едете дальше? А дальше нас пригласили поучаствовать в следующем этапе их фестивалей. Мы, конечно, будем думать, смотреть у нас, потому что тоже есть планы в творчестве, общаться с родителями, с детьми, как мы дальше будем работать, устраивать свои планы. Скажите, а чаще всего вообще ребята сами рвутся в бой, или вы каким-то образом являетесь инициатором как раз-таки участия в подобных конкурсах, в фестивалях? Ну, пусть, наверное, ребята сами ответят. Ребята, девочки? Ну, я думаю, что многие едут, потому что не хотят сами. Мне кажется, что ездить по разным городам, особенно таким масштабом, как Москва, это очень интересно. Ты не только едешь на какой-то фестивале и выступаешь, ты ездишь по самому городу, по самому городу, смотришь его достопримечательность. Изначально инициатором была Лария Сергеевна, она же узнала об этом фестивале, и когда она просто предложила, мы, конечно же, все согласились, потому что, опять же, это большой город, и так же фестиваль, как я буду всегда участвовать в таком. Ну и что бы? И в самолете наверняка летели возле окошка. Это получается опыт, большой опыт для детей, попробовать себя на другой сцене, в другом городе, не в привычном для себя условиях, проявить себя, справиться с волнением, и показать результат. Слушайте, ну мы вами очень гордимся, ждем новых свершений, новых побед, и снова у нас в эфире. Спасибо за беседу. Ложитесь, отдыхайте, мы знаем, что у вас-то еще только 5 утра. Да, спасибо. Спасибо, хорошего дня. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова